Всем привет, с вами Влад, это видео по игре вас в Denner Survival. И это рубрика от бомжа до проф, в которой я заново развиваюсь в кратере. Не забывайте подписываться и ставить лайки, ну и конечно же погнали к ролику. Как обычно, я забираю бесплатную воду, а также консервы, ну и естественно забираю ежедневный подарок. Стопроц, выпадет трава или бинты? Ну я так и знал, в принципе выпали бинты, но давайте уже посмотрим, что же у меня в личном хранилище такого. Ага, окей, хорошо, но в принципе у меня есть вот эти полоски ткани, которые просил Ромастик, и я ему их положил. Ну точнее не полоски ткани, а полоски кожи, как-то они так называются в общем, ну и давайте я сложу еще ресурсы в свое личное хранилище. У меня сейчас вообще места не хватает и очень жестко, так Ромастик написал, что ткани, типа полоски ткани, это чё? Может быть он имеет в виду плотную ткань, но окей, я ему как бы могу дать, просто у меня есть еще куски ткани и обычная ткань, вот какую он просит, я не понимаю. Окей, хорошо, там три штучки ему надо, хорошо, это я значит забираю, разделить, разделить и вот как раз таки три штучки. Ну вроде бы это этот ресурс, давайте спросим. Так, ну и Ромастик там что-то печатает. Кстати, ребят, да, я знаю, что уже вышло давным-давно обновление с 18 сезоном, но я пока не снимаю по этому обновлению ролик. После того, как я выложу этот видеоролик, я сразу же примусь за съемку ролика по 18 сезону, потому что я вам обещал снять его еще вчера, но вчера у меня, к сожалению, не получилось. Поэтому как-то так, на весло и клюшку просто мне не надо, окей, хорошо, ок. Он еще сказал, что ему куда-то пора, но я хочу его остановить, чтобы он пока что никуда не уходил. Так, это откуда здесь взялось? Ну возьмусь, так, окей. Ладно, впрочем, сейчас мне нужно поискать ресурсы для уровня бизнеса, а для уровня бизнеса у меня вообще мало ресурсов. Давайте я ему напишу, что мне нужны ресурсы для уровня бизнеса и надеюсь, он все-таки мне поможет. Ромасик реально крутой пацан, его, наверное, Рома зовут, но от того и Ник пошел. Ну вот реально, он может и помочь с бизнесом или просто какой-то подарок подарить. И другие мои соклановцы тоже пытаются мне там помочь чем-то, и я, конечно, тоже пытаюсь всем помогать. Как-то так, ребят, пытаемся развиваться здесь в кратере и добывать всякие ресурсы, и, конечно же, прокачивать уровень бизнеса. Че там, это я уже могу положить, в принципе, ну пока корешки не буду закидывать, вдруг еще что-то там случится, и мне они понадобятся. Ну и сейчас буду писать, конечно же, что мне нужно для уровня бизнеса. Так, 6 железных пластин, отлично. Вообще, для бизнеса мне нужна одна, но еще 5 мне нужны для медстола. Ну а точнее, для стола медика. Ну еще мне, конечно, нужен металлолом. Ровно 11 штук. Я, конечно, не знаю, есть ли металлолом у Ромасика, наверное, он его уже весь потратил. Но железные пластины, как видите, он мне положил. Это, конечно, все хорошо, но мне еще нужен металлолом и еще там какой-то ресурс для бизнеса. Ну и за ленту я, в принципе, сам могу найти, она у меня лежит в личном хранилище. Но мне-то еще надо что-то для уровня бизнеса, не знаю точно что, но сейчас я побегу в мастерскую и туда уже положу железные пластины. Так, вот так вот. Пока что, ребята, в этом ролике я не буду крафтить стол медика, потому что я в этом ролике буду апать уровень бизнеса. А вот уже я скрафчу этот станок, скорее всего, в следующем ролике по рубрике от Бомжа до Про. Ромасик пишет, металлолома не одного. Печалька, конечно. Да и вообще в кратере очень мало металлолома. А вот в офлайне металлолома просто дофига. Офига, его можно найти, ну, думаю, в каждом сундуке и не одна штучка, как в кратере, а целых четыре, либо же даже шесть, если, конечно, повезет. А металлолом-то падает из ящиков в офлайне очень часто, мы все это знаем. Но дело в том, что в офлайне металлолом не такой нужен. Ну, серьезно, для чего он там нужен? Металлолом в офлайне пригодится только для того, чтобы сделать железные слитки. Либо же металлолом пригодится для того, чтобы скрафтить колья. Но обычно металлолом именно в офлайне не очень нужен. А вот в кратере металлолом очень ценный. Ну и нужно, конечно, поблагодарить Ромасика за то, что он мне дал два оружия. Может, конечно, это не такие топовые оружия, но все же. Так, мне нужно помыть своего персонажа, а то он что-то завонялся. И сейчас давайте, в принципе, я уже помоюсь и дальше буду выполнять контракты. Давай, персонаж, уже домывайся. И все, ребят, я помыл своего персонажа. Ходиан пишет, как дело до дела, в принципе. Норм. Что делаешь? Да так, снимаю видос в кратере. Все, вроде бы написал. И теперь давайте уже отправляться выполнять контракты разные. Разведка и по магазинам. Отлично, сразу беру эти контракты и отправляюсь их выполнять. Кожа. Ну окей, я, пожалуй, куплю за 2860 талонов. Я знаю, что восьмерка снова будет хейтить меня в комментариях. Кто понял, тот понял. Но я все же потратил свои талоны на кожу. И это мой выбор. Забираю награду 250 талонов и 375. Хорошо. Что еще можно выполнить? Ну, в принципе, мастер на все руки. Думаю, контракт подойдет. Если у меня осталась обычная ткань, то тогда я его на изи выполню. Второе хранилище. Не могу сюда ничего сложить. Так. Нифига себе! Стак металлолома! Откуда у меня он? Я думал, у меня вообще металлолома нет. Нифига себе, конечно. Вот это да. Ну, ладно. А я еще просил металлолому романтика. Вот это я, конечно, дурак. Окей, ладно. Давайте я уже что-то буду делать. Потому что нужно, как бы, почистить мое личное хранилище и освободить там место. Но, ребят, все равно там все забито, и я не знаю уже, куда складывать ресурсы. Я стараюсь везде их складывать. И в личное хранилище, и в клановое, и вообще везде в станок ложу, и в чоппер. Но все равно, ребят, места очень мало. Тем не менее, давайте я возьму обычную ткань и, наконец-то, уже выполню контракт мастер на все руки. Создать. И все, ребят, я выполнил контракт. Бегу забирать за него награду. 150 талонов. Нормально. Что по поводу контракта сверхприбыли, я не уверен, что у меня что-то купили, конечно. А нет, у меня даже купили. И у меня купили стак камней переработанных. Ну, ладно, хорошо. Забираю 20 талонов. Не так, конечно, много. И вообще это мало. Но да ладно, я лучше возьму контракт добытчик, а также зачистка. И по этим контрактам вы уже, наверное, догадались, на какую локацию я хочу пойти. А я хочу пойти на локацию под названием Каменные Придгория. Ну, либо же Сосновый Бор. Короче, я хочу сейчас пойти на желтую локацию, чтобы выполнить два контракта, а также поучаствовать в турнире. Я не знаю, займу ли я там хорошее место, но в последнее время. Я занимаю то шестое, то четвертое, то пятое место. И нужно срочно в личку хозяину написать один. Сейчас объясню почему. Он хотел попасть в мой район и сказал мне, чтобы когда я устроил распродажу, я написал ему в чат цифру 1. Я все сделал, как он просил, но я думаю, вряд ли он попадет ко мне в клан. Ну, точнее, не в клан, у него же-то свой есть клан. Короче, он ко мне не попадет, скорее всего, в район, потому что все уже пришли, и вряд ли он здесь заспавнится. Ну, я, конечно, был бы рад увидеть хозяина, но это у него такой ник, у меня на районе. Куда мне ложить растительное волокно? Блин, капец, походу придется таскать в инвентаре эти шесть штучек. Ладно, ребят, думаю, это не сильно критично, и я смогу их таскать у себя в инвентаре. А хотя все, ребят, все влезло, и теперь у меня пустой инвентарь, давно уже его таким не видел. В общем, сейчас напишу в локальный чат, кому-то что-то надо, но серьезно, потому что... Может быть, кому-то что-то надо. Что? Как он сюда пришел? Чего? Хозяин? Серьезно? У него получилось это сделать. Ну, привет. Всем привет, он пишет. Да-да, всем привет, ты в ютубе, чел. Я реально в шоке, как он сюда пришел. Он мог запросто просто пойти в другой район, то есть ему мог попасться в другой район, но он именно зашел в мой район, это реально шанс. Очень был мелкий, но все равно он как-то умудрился попасть ко мне на район, это реально круто. У меня сейчас, так сказать, кризис по корешкам, и серьезно, их не так уж и много, и сейчас спрошу, сколько у него талонов. Может, он что-то у меня купит. Я, конечно, не хочу наглеть, и я попрошу его просто, чтобы он купил хотя бы какие-то ресурсы на моей лавке. Не, ну реально, ребят, я серьезно в шоке, как он смог попасть ко мне на район, это жесть. Сейчас нужно только ждать его, конечно же, ответа. Может, у него вообще кризис мало, но могу что-то купить. Окей, ребят? Я не буду наглеть, и просто попрошу его, чтобы он что-то купил. Он может купить там один ресурс или два, мне все равно. Главное, просто чтобы хотя бы один предмет купил. Так, у меня кризис с корешками, потому что реально, ну вы видите, у меня очень мало корешков, потому что я вообще даже не успеваю платить за аренду и апать уровень бизнеса. Спасибо ему, конечно, что он купил камни, еще купил! Нифига себе. Спасибо, спасибо. Сейчас нужно будет еще взять ресурсы, и, конечно же, выставить их на мою лавочку. Что-то у меня есть растительное волокно, изолента, ну, понятно. Изоленту я сразу, конечно, отдаю бизнес-тренеру, и мне осталось только 12 угля, чтобы апнуть новый уровень бизнеса. И угля у меня, к сожалению, нет, я хочу в ролик. Да ты в ролике! Хозяин, я же тебе уже писал об этом. Может, я это писал в клановый чат и просто этого не заметил. Ну, в общем, ребят, надо ему и так написать, что он и так попал в ролик. Ромасик Ют в сети. Сейчас он, походу, офигеет, что у нас делает хозяин в торговом районе нашем. Не, ну, конечно, прикольно. И вообще не ожидал, что хозяин сможет попасть в мой район. Давайте я вот так вот встану прикольненько. Вообще, можно одеть боевой сет, взять иружку, это все у меня лежит в первом хранилище, и встать рядом с ним, чтобы получился прикольный ракурс, и он сделал красивый скрин. Ну, ребят, я уже дождусь романсика, и мы вместе втроем заскреемся. Он, кстати, у меня купил почти все ресурсы на лавке, и он реально красавчик. И я в шоке, как у него получилось. Я буду это сколько угодно повторять, но реально, как у него получилось попасть ко мне в район. Ромасик там, наверное, вообще в шоке, как он сюда попал, серьезно. Не, ребят, это просто жесть. Подписываемся на канал и ставим лайки. Во, правильно говорит, правильно. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайкосы. Ну, а я тем временем выставлю новые ресурсы на свою лавку. Так как хозяин выкупил уже все ресурсы на моей лавке, огромное ему, кстати, за это спасибо. У него было мало талонов, по его словам, и он потратил их для того, чтобы я получил корешки. Серьезно, огромный респект ему. Ну, а я пока что выставлю на свою лавку растительное волокно там. Давайте продать. И, конечно же, я выставлю веревки. Я не знаю, кто их покупает, если, конечно, их можно на изи просто. Оформить из зомбарей. Но, наверное, их покупают, чтобы выполнить контракт по магазинам. И я так тоже иногда делаю. И, ребят, я, конечно, не знаю, остались еще талоны у хозяина. Но все же я попрошу его купить ресурсы на моей лавке. Да, ребят, если у него нет, то пусть он не покупает. Потому что я его не хочу ничего заставлять делать, пусть делает, что хочет. Я его просто спросил, может, ты еще что-то купишь? Кстати, ребят, он написал, наберем 30 лайков. Ну, не знаю, не знаю. Возможно, наберем, а возможно, нет. Но, ребят, я вас верю, и если мы реально наберем 30 лайков под этим видео, то это будет реально прикольно. Поэтому все дружненько ставим лайки и подписываемся. И про колокольчик тоже не забывайте. Блин, ребят, у хозяина вообще 15 талонов. Это жесть. Чтобы вы понимали, за 15 талонов ничего нельзя купить в лдое. Ну, там разве что банку какую-то. Хозяин пишет, я у Влада купил. Да, ребят, он покупал у меня ресурсы. Но я не знаю, почему у него такой кризис по талонам. Это не корешки. И их можно на изи получить с контрактов. Но в любом случае, хозяин красава, потому что он купил у меня ресурсы на лавке. Да и в принципе, он мой друг. Скажи, когда обнова в кратере. Да я не знаю, вообще хотелось бы, чтобы обновление какое-то вышло. Но разработчики активно обновляют оффлайн. И такое ощущение, что они просто забыли про кратер. Они вообще даже никакой инфы про кратер не говорят. Но надеюсь, у тебя бы еще в следующем году будет побольше обновлений с кратером. Ромасик пишет, дай шкуру. Окей, ребят, я забыл, короче. Дать Ромасику шесть шкур животного. Так разделить, разделить. Окей, одну сюда. И все остальное вложу в свое личное хранилище. Заберу консервные банки. И все, ребят, я положил Ромасику, конечно, шкуру. Держи, братанчик, потому что мне для тебя ничего не жалко. И там еще что-то хозяин написал. Давайте прочитаем. Так, я богат только по рожкам, боевым сетам, хилам и корешкам. А по талонов я бомж. А, понимаю. Но все равно круто, что у хозяина есть очень много крутых ресурсов. Я помню, когда у меня был старый аккаунт в кратере, ну, который я потерял. У меня тоже было много всего интересного. Но я, наверное, уже пойду на какую-нибудь локацию. И повыполняю там контракты. Было, конечно, прикольно пообщаться и с Ромасиком, и с хозяином. Особенно, конечно, потому что он попал к нам в район. Но, ребят, я что-то уже засиделся в кратере. И ролик идет уже 12 минут. А точнее, уже 13. И мне пора выполнять, конечно же, контракты. И опять же таки повторюсь, то, что хозяин попался к нам в район, это реально круто. И было бы на самом деле прикольно, если бы мы сами определяли, в какой район мы хотим пойти. Я, наверное, сегодня куплю накопительный набор и проведу конкурсы. Ну, слушай, прикольно. Данный розыгрыш, я думаю, будет у него либо в дискорд сервере, либо же на его ютуб канале. Хотя, знаете, давайте я пока еще не буду ходить. Я сейчас хочу надеть боевой сет. Надеюсь, он так называется. И прямо сейчас я еще плюс возьму оружку. Так. А, это другая. Окей, хорошо. Личное хранилище. Вот эту оружку беру. И вот так вот нужно встать всем втроем, чтобы получился крутой скриншот. Сейчас нужно романску написать, чтобы он стал рядом с нами. Вот так-то лучше, ребят. Я думаю, там хозяин и романску уже миллиард скриншотов сделали. Но, в принципе, вот как-то так. Давайте я сюда куда-то встану. Вот так вот будет, я думаю, красивей. Так, тихо-тихо, все подняли руки. Я тоже должен поднять. Вот так вот, ребят, вообще ляпота. Хозяин не спрашивает, куда у Влада Хака. А, понимаю, понимаю. Реально красота. Вот поставлю эту картинку на превьюшку. Ляпота. Серьезно. Ставьте лайк, если серьезно нравятся такие моменты. Все, ребят, я, значит, поговорил с хозяином романском Йот. И теперь я ухожу на желтую локацию. Я пришел на локацию под названием Каменные перед горья. И здесь я буду выполнять контракты. Постараюсь занять хорошее место в турнире. Ну и, конечно, я буду зачищать эту локацию. Да, возможно, я не зачищу ее полностью. Но, по крайней мере, я постараюсь это сделать. А ловко ты это придумал. Вначале я даже не понял. Слушай, молодец, Рула, братцы. Мне нужны его глаза. Земля, ну помогай. Открывай, когда не открывай. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. А ловко ты это придумал. Слушай, молодец. Вначале я даже не понял. Хочу вас смотреть. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. А ловко ты это придумал. Вначале я даже не понял. Слушай, молодец, Рула, братцы. Мне нужны его глаза. Земля, ну помогай. Открывай, когда не открывай. Не понял. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. А ловко ты это придумал. Слушай, молодец. Вначале я даже не понял. Хочу вас смотреть. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. А ловко ты это придумал. Вначале я даже не понял. Слушай, молодец, Рула, братцы. Мне нужны его глаза. Земля, ну помогай. Открывай. Никогда не открывай. Не понял. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. А ловко ты это придумал. Вначале я даже не понял. Слушай, молодец, Рула, братцы. Мне нужны его глаза. Земля, ну помогай. Открывай. Никогда не открывай. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. А ловко ты это придумал. Слушай, молодец. Вначале я даже не понял. Хочу вас смотреть. Не понял. Открывай. Не звенит. Смур по традиции ТГ. Фух, ребят. Это реально какой-то капец. Я тупо всю локацию зачистил. Да, может что-то там я не срубил. Может что-то не добыл. Но я реально добыл очень много ресурсов на локации. Сейчас отправляюсь в кратер. Сколько же мне дадут талонов за эти два контракта? 300 и 65. Всего-то 365 талонов. И думаю, вы кстати уже заметили, что я взял два контракта. Один разведка, другой по магазинам. И как только я выложу все ресурсы в свое хранилище. Положу ресурсы некоторые в станки. Уже тогда я пойду выполнять контракты. Так, ребят, ну вроде все. И теперь отправляюсь в торговый район. Ребят, тут продавались пустые банки за 12 талонов. Но я подумал, почему бы их не купить. Я их сразу удаляю. А купил я их для того, чтобы выполнить контракт под названием по магазинам. И кстати, я уже выполнил контракт разведкой. Получается, я выполнил уже два контракта. И конечно, бегу забирать за них награду. Так, забираю талончики. 40 и 30 талонов. Всего 70 талонов. Не так много, но и контракты легкие. Сейчас еще выполнил контракт мастер на все руки. В общем, пока что, ребят, все у меня очень даже хорошо. Так, где бинты? Вот они. Создать, создать и еще раз создать. Все, ребят, я выполнил контракт. Ложу все на место. И теперь забираю награду за контрактик. Сколько я получил? 30 талонов. Понимаю. Какие же еще контракты взять? Ну, в принципе, можно взять открытые тайники и еще зачистку взять. А может, другие контракты взять? Ну, давайте возьму зачистку и ловкость рук. А, турнир нельзя взять. Так, лимит контрактов превышен. Да что за фигня, блин, происходит? Турнир-то заканчивается через 30 секунд. Ну, правда, через 32. Ну, вы поняли. Короче, скоро он совсем закончится. Надо будет мне как-то в рыжий лес сходить. Там-то я уже 100% взайму первое место. Ну, или хотя бы как минимум второе. Ну, а сейчас я пока играю на челе на расслабоне в кратере и не хочу особо как-то там потеть. Единственное, что меня напрягает в кратере, так это то, что я не могу нормально апать уровень бизнеса каждый ролик, а также то, что за хранилища нужно платить корешки. Вот если бы за них можно было не платить, там один раз заплатил сколько там, ну 20 тысяч корешков. И все это хранилище у тебя навсегда, и ты не будешь за него платить каждую неделю. Но, к сожалению, разработчики такого не добавили, и я забираю награду за турнир. Все логично. Так что, ну здесь 250 талонов, окей. И беру контракт разведка, и, конечно, отправляюсь его выполнять. Плюс я также выполнил контракт по магазинам. Ну что ж, покупаю клей за 62 талона, купить. И, по сути, я уже выполнил контракт по магазинам. Осталось только выполнить контракт разведка. Сколько я талонов получил? 40 и 30. Это 70 талонов. Окей, теперь я беру контракт мастер на все руки, а также контракт потерянные вещи. Сейчас я выполнил контракт по быстрому мастер на все руки, а уже потом. Я отправлюсь выполнять контракт потерянные вещи. Также, ребята, я вам хотел сказать, что уже наступил 18 сезон, но, я думаю, вы все знаете, и я буду выпускать ролики по данному сезону. И поэтому рубрика от бомжа до про будет выходить реже. Я думаю, все те, кто играет в кратеры, то бишь в Секторе 7, наверное, сейчас расстроились немножечко. Но, ребят, что поделать, мне тоже нужно снимать ролики по оффлайну, особенно тогда, когда там проходит обновление. И не простое какое-нибудь, а новогоднее. Поэтому, ребят, сегодня я обязательно выложу ролик по 18 сезону. Я очень постараюсь и надеюсь успею. Но я тем временем отправляюсь в торговые районы, чтобы выполнить контракт. Я пришел, выполнил контракт, забираю 50 талонов и снова этот контракт разведка. Окей, я не против получить талончики. Я пришел, забираю награду за контракт разведка 30 талонов и теперь я уже могу отправляться в рандомную квартиру. Чтобы выполнить контракт под названием потерянные вещи. Надеюсь, ребят, мне с первого раза повезет и я просто выполню контракт и забуду про него. Пожалуйста, дайте немного хотя бы талонов, но просто, чтобы были. Фух, повезло, повезло. 45 талончиков мне дали и ухожу с квартиры. Сразу нужно забрать награду за контракт. 100 талончиков я получил. И давайте я еще возьму контракт ловкость, рук, а также зачистка. Данные контракты можно, в принципе, выполнить на одной зеленой локации и еще нужно будет зайти на две желтых. То есть, ребят, на зеленой локации я убью три простых зомбаря. Залутаю один ящик. Потом зайду на желтые локации и там уже залутаю оставшиеся ящики. Вот как-то так, ребят. Поэтому сейчас я отправляюсь на какую-нибудь любую зеленую локацию. Я пришел на зеленую локацию, то бишь на локацию под названием Сосновая роща. И здесь я буду, конечно же, выполнять контракты. Но на этой локации я выполню только контракт зачистка. Ну а контракт ловкость, рук, я буду уже выполнять и на других локациях. А ловко ты это придумал? Вначале я даже не понял. Слушай, молодец, Рула Братце. Мне нужны его глаза. Земля, ну помогай. Открывай, когда не открывай. Не понял. Открывай. Бельфиниц. Теперь ухожу с локации. Получает зомбарь. Все, теперь можно спокойненько лутать ящик. Не знаю, правда, попадется металлолом или оружие какое-то. Но сейчас посмотрим, в принципе. А, понятно. Честно говоря, ребят, долго искал этот ящик, а он, оказывается, находился на краю карты. Окей, что здесь? И здесь весло, а также, конечно, рубашка. Ну, в принципе, норм лут. По крайней мере, лучше, чем в прошлом ящике. Ребят, я просто хотел побежать на локацию и случайно ее зачистил за провент. Вот такие ресурсы выпали, конечно, да. Бывают такие моменты, когда просто нажимаешь не на ту кнопку. Я уверен, это было с каждым. И даже я не говорю за лозды, и я уверен, что во всех играх так у вас было. Ну, ладно, что уже сделано, то сделано. Итак, ребята, лутаю уже четвертый по счету ящик. Что же в нем будет? Пожалуйста, металлолом. Ребята, металлолом и штаны? Окей, хорошо. Вот такой лут мне уже более-менее нравится. Лутаю уже по счету пятый ящик. Я не знаю, что в нем будет, но надеюсь, что там хорошее. Ну, штаны, там еще рейсики. Хорошо, хорошо, окей. Теперь мне, по сути, уже нужно идти в кратер, потому что я выполнил два контракта. Ну и, конечно, залутал ящики на локациях. Я в кратере, конечно, бегу забирать награду за контракты. Плюс 200 и плюс 30 талонов. Всего 230 талонов мне дали. Я, конечно, ребят, думал, что мне дадут больше, но да ладно. Думаю, буду уже заканчивать мой видос, а то он растянулся на целых 24 минуты. Наверное, это мой самый длинный видос по ЛДОе. Но, серьезно, я не помню, чтобы я снимал когда-то такие длинные видосы. Именно поигрела с Денор в Сурвайвл. Ну, вот так вот как-то получилось. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки. Ну, а с вами, как обычно, был Влад. Желаю вам хорошего новогоднего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok